Первое, что я спросила, почему 512? Действительно намереваюсь разнести эти шары в пух и прах. Хороший шар. Я сейчас не могу его лопнуть. Ты же заснял это, да? Форма приближена, как будто бы к Белбалу, но более пузатенькая. Как сказал мой оператор, из таких оттенков можно картины писать. Это точно ни с чем не спутаешь. Здесь так и написано, премиум шары идеально для аэродизайна. Всем привет! С вами Алена Погодина и вы на канале Дон Балон. Каждый четверг здесь выходит новое полезное видео про аэродизайн. И в этот раз мне попались вот такие вот абсолютно новые воздушные шары под названием 512. Или я бы их еще назвала 512, а там уже как в народе будет более приятно. Сейчас я вам расскажу историю, небольшое возникновение этого названия. Дело в том, что в принципе эти шарики мне пришли первый раз на тестирование еще несколько месяцев назад. Но правда я не знала, что это за шары, какого они производства и какая это торговая марка. А сейчас компания Дон Балон объявила свою новинку и прислала мне уже вот в таких вот прекрасных пачках на жестокое, по-настоящему объективное, полностью вдоль и поперек, пух и прах тестирование этих шаров. Собственно, чем мы с вами и будем заниматься. И для начала, когда я увидела пачку, первое, что я спросила, почему 512? Откуда такое название? И я поинтересовалась у руководства компании, на что мне был дан очень интересный ответ. Мне кажется, это гениально. Во-первых, мы все уже привыкли и немножко устали от различных интерпретаций, праздников, весельев и тому подобных слов. Плюс это точно ни с чем не спутаешь. И 100% сразу намекает на то, что шар этот профессиональный. Потому что в названии зашифрованы два самых популярных размера. Точнее, получается три. Третье у нас условно от пятерки до двенашки, либо пятерки и двенашки. Но 5, 10, 12 вообще у нас являются популярными. Вот поэтому 512 или 512. Действительно, запоминается. 100% ни с чем не спутаешь. И довольно оригинально. Давайте посмотрим на упаковку, как она выглядит, что из себя представляет и что на ней вообще написано. И, кстати, в ближайшие несколько выпусков я действительно намереваюсь разнести эти шары в пух и прах. Потому что мнение будет максимально объективным. Первое, что бросается в глаза, это яркая упаковка. Сочетание фиолетового, зеленого и оранжевого цвета ни с чем не спутаешь. А еще я сразу вижу собаку из шаров, которая нам тонко напоминает на то, что эти шары для профессионалов. То есть профессиональный аэродизайн. Собственно, здесь так и написано. Премиум шары идеально для аэродизайна. Шар 512. Ну и сама интерпретация цифр, как минимум двоечки, говорит о том, что это шарик. То есть у этих шаров есть еще и шары для моделирования. Точнее, скоро будут. Что же здесь еще у нас написано? Большая цветовая палитра, широкий размерный ряд, высокое качество, 100% биоразлагаемый латекс, правильная форма. Под словом правильная непонятно, что подразумевается. Эластичность и мягкость. Широкая цветовая палитра превосходна для печати и идеальна для гелия. Вот с этими всеми параметрами нам и стоит разобраться. Но я решила, что будет гораздо эффективнее, если я спрошу мнение тех самых людей, которые собираются с этими шарами работать. В своих соцсетях я провела опрос и спросила, ребята, что вам было бы интересно узнать про новые шары. И мне предоставили такой очень внушительный список, по которому мы с вами и пройдемся в этом выпуске. Итак, мой список, который вы мне любезно помогли составить, находится в телефоне. И состоит он из большого количества пунктов, которые мы, кстати, разделим на несколько выпусков, чтобы вам было приятно и комфортно смотреть не очень длинные видео. И вот так, в этом выпуске что же мы узнаем? Наличие аллергических реакций, запах испачки от шаров, красятся ли руки от работы с ними, плотность цвета, непрозрачные ли они, есть ли на них пятна, полоски, вкрапления и разводы, насколько длинная и эластичная шейка, не рвутся ли они при завязывании, насколько они мягкие или туговатые, тонкие или толстые, какая у них форма круглая или вытянутая, как груша, какое количество талька в шарах, много или мало, не слипаются ли они в пачках, кто страна-производитель, какой размерный ряд у этой торговой марки, будет ли шедем, какова цветовая палитра, будут ли представлены шары цвета хром, скрипят ли шары в руках, легко ли рвутся пальцами, имеют ли глянцевый оттенок, не сохнут ли после работы с ними руки, как выглядит черный цвет, насколько он блестит и насколько яркий, красивый красный цвет. Ну что ж, задача у нас непростая. Поехали. Предлагаю начать с упаковки. Давайте просто посмотрим, как выглядит пачка и насколько это удобно. Я первый раз, честно говоря, вижу такое, и это оказалось очень клево, потому что мы делаем вот так и спокойно открываем упаковку. Шары в доступе, а потом ее можно взять и закрыть. Очень классно, потому что без проблем удобно хранить. А вообще, в принципе, шары хорошо хранить в своих заводских упаковках. И первое, что я делаю, это нюхаю их, проверяя, насколько сильный или не сильный, есть или нет, у них запах. Поехали. Вы знаете, запаха ярко выраженного, противного или какого-то неприятного нет. Есть запах латекса, который не яркий и не бросающийся никуда. То есть мне прям абсолютно нормально. А теперь нужно понять, слипаются ли шары в пачках. В пачке, да. Для этого можно сделать вот так. И посмотреть, что они достаточно рассыпчатые. Нет такого, что они прям слипаются. И, кстати, хочу сказать, что вот не скрипят ли они, у них как бы нету, ну, сейчас понятно, что в ненадутом виде, нету неприятного скрипа. По ощущениям, как обычные шары. Кстати, страна-производитель Китай, что очень удивительно вообще. Итак, по ощущениям, они прикольные. По тальку, честно могу сказать, его здесь немного и немало. Но более точно мы это поймем, когда будем плести гирлянду. Потому что, когда в шарах слишком много талька, гирлянду из них плести очень неудобно. Они все скользят, выскальзывают, рассыпаются. И, в общем, профессионалы знают, о чем я. Давайте соберем шары и продолжим наше тестирование. Еще один момент, который требует отдельного внимания. Не слипаются ли шары как бы не между собой, а внутри себя. То есть, насколько у них все это дело как бы эластично открыто. Мы берем все шарики и понимаем, что, в принципе, даже те, которые выглядят как слипшиеся, они... Нет, не слипшиеся. Вот, как будто бы слипся. Но, на самом деле, вот прекрасно. Итак, следующий пункт, это аллергические реакции. Может быть, кто не знает, но предлагаю поверить вам на слово, мне на слово. Я аллергик, у меня невероятные аллергии на шары. Когда я открываю пачку любых китайских шаров, у меня начинается моментальная реакция. У меня начинают течь слезы, у меня чешутся руки, начинает чесаться нос, я начинаю чихать. Честно вам скажу, перед тем, как выйти сюда в эфир... Нет, я не закинулась антигистамином. Я поработала с этими шарами и несколько часов. И до сих пор не вижу никакой реакции. Руки мои без покраснений не чешутся. Глаза тоже не чешутся, не слезятся. Сопли не текут, и я не чихаю. И это потрясающе. Потому что обычно это происходит практически моментально. Но, так как мой съемочный день только начался, я думаю, что к концу этих съемок я буду еще более уверена насчет аллергии. Теперь поговорим про цветовую палитру. У меня на столе лежит 34 оттенка. Давайте поговорим про то, какие они. Я их немножко разгруппировала, чтобы все это было максимально понятно. Стандартная цветовая гамма. Естественно, мы все это надуем. Белый, черный, серый, коричневый и телесный. То есть то, что нужно. Цветовая гамма розовых оттенков. Начиная от светлых, заканчивая более насыщенными. Здесь есть и манжета, и фуше, и фуксия, и нежный розовый, и поросячий розовый, и даже поросячий, простите, но он, правда, выглядит как поросячий, и макаронс. То есть совсем-совсем нежненький. Из красных оттенков у нас представлено три штуки. Почему я их привела в красный? Потому что, ну, вот это реально красные оттенки. Классический красный, коралловый и персиковый. Очень красивый цвет, нежный. Голубые оттенки. У нас получается два синих. Королевский синий, стандартный синий, стандартный голубой, нежно-голубой и макаронс. То есть у нас получилось пять штук. Также у нас есть оттенки фиолетовый, сиреневый и получается, что карибский. Такой карибский голубой. Зеленые цвета. Их тоже шесть штук. Начиная от макаронс, лайм, классический зеленый, аквамариновый, такой травяной и оливковый. Тоже красивый очень оттенок. Желтые цвета. Айвори, светло-желтый, классический желтый, манговый или какой-то такой вот, какой-то необычный. И оранжевый. Получается, что у нас есть и основные оттенки базовые, и красивые яркие цвета, и нежные цвета, и промежуточные цвета. Как сказал мой оператор, из таких оттенков можно картины писать. Ну и конечно же у нас есть еще классический прозрачный для конфетти и всевозможных штуковин. По поводу размерного ряда. Размерный ряд этих шаров будет представлен компанией Дон Баллон от 5 дюймов до 36. А точнее 5 дюймов, 10 дюймов, 12 дюймов, стандартная линейка. Обязательно будет шар 18 дюймов. Будет шар 36 дюймов. И еще возможно, пока под вопросом никому не рассказывайте, возможно будет шар 24 дюйма. Я честно настаиваю на том, чтобы он был. Это очень важный шар. Он выглядит большим, но с гораздо меньшим расходом. И для разнокалиберных больших инсталляций это то, что надо. Итак, мы узнали размерный ряд, цветовую палитру, а также какие будут представлены шары. В том числе эти шары будут представлены в ШДМ. То есть шары для моделирования от торговой марки 512 тоже будут. Ура! Я, правда, еще не знаю, какие они, потому что они еще не приехали. Но мы обязательно с вами их затестим. Но самое главное, самый большой секрет. Шары для моделирования будут 160, 260 и 360. Еще бы 660. Ну это уже будем надеяться. К чему я все это говорю. Наличие такого размерного ряда и всех видов шаров говорит нам о том, что эти шары должны идеально подойти для работы с воздухом, для оформления, для гелия и для создания фигур из воздушных шаров. Если это действительно будет так, то это не просто торговая марка, это находка. Но посмотрим, время покажет, потому что впереди еще большое количество тестов. Давайте понадуваем и посмотрим, насколько они плотные, мягкие, толстые, какая шейка шара и прочее, прочее. Ну и цвета в живой нам тоже нужно рассмотреть. Некоторые из вас просили меня, чтобы я надула шары до полного. Ну так сказать, до бабаха. Ну я, конечно, все не буду бабахать, но несколько точно лопнем. Давайте начнем с классики. Белый. Шар слегка передуло. Видно по шейке, которая начала надуваться. Что могу отметить? Немножко видно макушечку. Не скажу, что критично, но вот эта пятушка все равно просматривается. Плотность цвета, сами видите, очень плотная. Шар действительно глянцевый, блестит. По скрипу абсолютно нормальный. И пока никаких вкраплений или дефектов я не вижу. Шар прекрасен. Предлагаю понадувать остальные и посмотреть. Что с ними будет. Ух, я его прям передула. Передутый шар выглядит хорошо. Макушка более плотненькая. Нормальная форма шара выглядит вот так. Чтобы вы понимали его нормальный размер. Потому что, смотрите, оттенок ненадутого шара намного темнее, чем в реальности надутый. Есть небольшие полосы. Вот чуть-чуть видно, да? Они, я бы не сказала, что они критичные или сильно бросаются в глаза. Но коричневый цвет, он вообще такой очень специфичный. Посмотрим, что из себя представляет черный. Давайте я завяжу. Может быть, мы потом к нему вернемся. Черный цвет. Главная задача черного цвета, он должен быть плотным, непрозрачным. Он должен быть без белесых пятен. Ну и так далее. Давайте посмотрим. Здесь макушка уже не бросается в глаза. Шар плотный, да? То есть сквозь него ничего не прозрачного, не просвечивает. На нем есть немножко талька. Не скажу, что его сильно много или что прям видно мои пальцы. Я просто вижу, что есть небольшой налет. При этом, естественно, когда я его потерла, пожамкала, руки у меня стали больше с тальком. Вот и потрем себя этим тальком специально. Шар красивый. Цвет блестящий. Я бы не сказала, что это идеальный черный цвет. Он хороший. И все равно видно небольшие, как будто бы вкрапления. Но мне кажется, что это все-таки свет еще падает так. Итак, идем дальше. У нас же с вами независимый экспертиз. Персиковый шар выглядит прекрасно. Есть небольшая полосочка. Вот я не знаю, видно ли ее в кадре. Видно? Видно. Вот полосочка. Прям видно. И вот здесь небольшая полосочка идет. Не критично. В зависимости от того, как с ним будет работать, когда мы будем с ними уже более серьезно взаимодействовать, в целом я бы такой шар могла использовать на ту же голову. Вот, можно перевернуть. Хороший получается. Идем дальше. Серый шар выглядит прекрасно. Я, кстати, думала, что он будет очень темный, потому что темноват. Но нет, стандартный серый. Макушечку видно немножко. Есть одна небольшая полосочка. Вообще, такие цвета специфичные всегда с ними сложновато. Но он плотный и абсолютно мягкий. Давайте его раздуем до баха. Ох, не люблю я это дело. Ты же заснял это, да? Он был огромный. Он вообще на мелкие кусочки разлетелся, если честно. Прям вообще в труху. Это было весело. Наверное, вам. Потому что мне было страшно. Итак, пойдем к розовым оттенкам. Насколько я помню, это у нас классический фуше. Ну, один из них фукси, один фуше. Я уж не помню, какой из. Ох, какой прекрасный. Все равно есть небольшие полосочки. Не критичные, но имеются. Видно, да? Вот, хороший шар. Кстати, по поводу шейки шара. Я же их завязываю и тестирую. Давайте обращать на это больше внимания. Вот, смотрите. Появился небольшой брак. Видно, да? Вот у нас есть такая штучка. Кстати, я их уже много надул и пока первую такую вижу. Но ничего, мы обращаем на это внимание. Я думаю, что если мы его побольше раздуем, он лопнет. Именно в этом, наверное, такой большой не надуется как-то. Давайте бахать. Да что ж такое-то? Он даже с этой штуковиной не хочет лопаться. Захуй дивизию! Почему ж так? Ой, боже мой. Ой, я так заикой стану с вами. Казалось бы, брак. Ну, по цвету, конечно, брак. Но все равно шарф выдержал. Смотрите. У меня даже руки трясутся. Так, вот это красивый цвет манжета. Давайте оценивать шейку шара. Скажу так, шейка достаточно длинная. Посмотрите, какая хорошенькая. Причем я шар надула на полную. Шматочек прилип. Вот длинная шейка и завязывается очень хорошо. Меня еще просили узнать, какое у них горло. Мне прям задали конкретный вопрос. Горло у шара большое, широкое, как у Белбала? Или тонкое, изящное, как у Симпертекса? Я вам хочу сказать, что оно большое. Не уверена, что как у Белбала. Наверное, чуть поменьше. Но точно не как у Симпертекса. Потому что на насос, на компрессор, одевается прям вот он, легкую. Потому что Симпертекс его как бы приходится одевать всегда. Нежно-розовый макарон. Вообще идеальный. Вообще, вообще, вот просто ничего. Кроме небольшой макушечки. Макушечка есть. Горлышко прекрасное, прекрасное. А еще меня просили узнать, не рвутся ли они при завязывании. Сейчас будем рвать. Жестоко я завязывала, но не порвалось. Кстати, я бы сравнила еще два оттенка. Макаронс и нежно-розовый. Красиво. Господи, что-то руки себе не оторвала. Порвался там, где основание шара, после узла. Ну, то есть, вот так я его оторвала. Давайте следующий попробуем порвать. Это классический поросячий розовый. Пимпочку видно сильнее. Тоже мягкий. Достаточно эластичный. И рвем. Я вообще сильно порвался после узла. Вот. Оторвался. Ну, представляете, да, сколько я усилий прикладывала. Теперь красный. Самый, я бы сказала, коварный цвет. И вот здесь вот я скажу однозначно, что это бинго. Это идеальный красный цвет. Он прям красный. Он не белесый, он не прозрачный. Он не какой-то. Он прям насыщенный, красивый красный. Вот это мне нравится. И, как обычно, красные шары всегда более тугие. Но я вам скажу, что вот. Прекрасно, прекрасно. Мне очень нравится. Вот. Если постараться, можно все порвать. Цвет коралловый. На вот таких вот оттенках, типа как коралловый, что у нас там еще было, коричневый, какие-то такие, не совсем нежные и не плотные, вот у них больше вот такие вот полосочки видно. То, что на плотных цветах не видно. Вот я просто завязываю узел. У меня узел завязывается без каких-либо, то есть я это делаю достаточно жестоко, без каких-либо надрывов. Потому что обычно бывает, как шейка рвется. Мы завязываем, и в этот момент, вот пока мы там пальцы вытаскиваем, еще что-то, у нас вот надрывается. Нет, там такого нет. Дуем дальше. Нам важно понять, мягкие эти шары или тугие. Ну, я думаю, что вы все видите, что они мягкие. Также был вопрос, тонкие они или толстые. Я бы не сказала, что они тонкие, потому что я его вот мучаю. Я делаю это жестоко. Сейчас я его даже завяжу. Да, я его не выдула, нет, хотя он полностью надутый, но можно было бы еще. У меня еще и маникюрчик квадратный. Вот, вот так можно. Давайте дальше. То есть видно, да, что он достаточно мягкий. Помущем следующий шар. Этот потуже. Я его уже, во-первых, побольше надула. Хороший шар. Я сейчас не могу его лопнуть. Я пытаюсь, честно. Да, блин. Этот потуже, если что, тут был помягче. О, маникюр спасет мир. Надо было когтями сразу. Что же я так не догадалась. Так, давайте макаронс посмотрим. Мы все знаем, что более нежные оттенки, они всегда более мягкие, чем, допустим, красный или темный. Я бы не сказала, они примерно одинаковые. Итак, мои когти, видимо, они достаточно острые. Сразу когтями будем. Есть. Красота. Ну, дуем дальше. О, боги. Фисташка. Идеальный цвет. Посмотрите. Ни пятен, ни вкраплений, ни полосочек, ничего. Прям идеально. Идеально. И цвет красивый. Идеальный цвет. Ой, какой мягкий. Приятный персиковый, мягкий оттенок. Тоже цвет идеальный. Абсолютно нет никаких ни вкраплений, ни пятен, ничего. Оранжевый. Ой, самый такой прихотливый цвет. Первое, что скажу, он яркий. Он прям яркий. Вот такой красивый, насыщенный. И мягкий. Вообще оранжевый дело такое. Манговый. Вы уже обратили внимание, какая у них форма? Привыкли к ней? Я вам скажу так. Это не Симпертекс. Симпертекс больше похож на грушу. Симпертекс груша. Вот такой трк. Белбал очень похож на лампочку. Здесь китайские шары очень похожи на такие, как бы, кругляши. И, например, мексиканские шары, они похожи прям совсем, прям шарик-шарик. Эти слегка вытянутые. Они, знаете, на что похожи? Вот мое личное мнение. Форма приближена, как будто бы к Белбалу, но более пузатенькая. То есть у Белбалу у него такая более вытянутая, а здесь он такой, как бы, ну, кругленький. В общем, это круглый шар. Но не такой круглый, как мячик. То есть он прям, ну, допустим, если мы будем делать из него гирляндочку, то вот. Две нашечка. Хороший размерчик прям. Прекрасный. Хорошая форма. Мне нравятся такие формы. Ой, желтый прям вообще сказка. Они, кстати, достаточно яркие. И заметьте, что у шаров очень хороший глянцевый оттенок. Кроме черных шаров, ни на каких других явных следов талька, которые прям мешают или портят цвет, нету. На черном есть чуть-чуть, но черный он специфичный. Сами понимаете, что талька на нем более видно. Но я бы не сказала, что это как-то сильно. В чем дальше? Прекрасный цвет. Красивый. Он какой-то нежно-розовый, светло-розовый. Это макаронс. Желтый. А, розовый, господи. Желтый макаронс. Светленький. И айвори. Еще более светлые. Хорошие оттенки. Надо с белым. А белый я сдула. Вот он белый. Хорошо смотрится. Свяжем между собой. Это как будто бы фиолетовый был. Но когда мы его надули, он стал больше сиреневым. А это у нас как будто макаронс, да? Ой, ой, ой. Убежал. А первое замечание к цветовой палитре. Ребята, здесь не хватает фиолетового. Чтобы был прям насыщенный, фиолетовый, темный. Потому что этот цвет достаточно светлый. Это у нас получается как сиреневый. Это как лавандовый или светло-сиреневый. А вот еще более насыщенного лично мне не хватает, чтобы прям такой темный был. Хороший. Вот нужен. Очень нужен такой цвет. Так. Ну что, у нас остались голубые и синие. Прекрасный цвет. Вообще все хорошо. Чуть-чуть видно макушечку. Можно сравнить два оттенка синего. Да, смотрите. Один такой прям синий-синий. Второй синий-синий какой-то такой интересный. Голубой. Немножко где-то видно небольшие полосочки. Некритично. Но есть. Пятен нету. Разводов нету. Есть какие-то вот такие как полосоватости. Вот как типа вот тут. Я не знаю, насколько это видно на камеру. Но вживую. Вот если мне просто дадут шар, я, конечно, этого не замечу. Но в целом вот видно небольшой развод. Небольшой есть. Это вообще идеальный. Потому что он светлее. Он светлее, на нем даже этого и не видно будет, если что. Но прекрасный будет. Как бы макару. Тоже прекрасный цвет. И у нас еще есть карибский. Такой необычный. Надрывов нет. Я вот сколько их жестоко как бы не завязывала. Вообще все прекрасно. Цвет хороший. Остался прозрачный. Во-первых, насколько он большой. Потому что мы знаем, что шар, который не содержит в себе красителя, он всегда раздувается намного больше. Также, насколько он прозрачный, чистый. Ну и как выглядит шар из конфетти, мы узнаем в следующем выпуске. Вот если мы его надуваем, грубо говоря, на такой же размер, как стандартный шар. Вот. Двенашечка. Большая. Видите, да, что она большая. Можно надуть меньше, она будет кругленькая. И давайте на максимум. А, кстати, прозрачность. По мне так очень даже. Ну, по крайней мере, я не вижу каких-то явных налетов талька или каких-то погрешностей. Ну, уже надо смотреть, как с обработкой. Надуваем его до полного, пока он не бахнет. Почему? Потому что важно посмотреть, насколько сильно эластичный и как хорошо себя ведет именно кристалл. Я почти привыкла. Этот, пожалуй, мы оставим. Вот все, что у нас осталось. Я надеюсь, вы видели, какой он был шикарный, большой. Потому что я не видела и не хочу видеть. Так, давайте пройдемся по нашему списку и поймем, на все ли вопросы мне удалось ответить. Аллергической реакции нет. Запах испачки от шаров нет. Руки не красятся. У меня есть только легкий налет талька на руках. Ну, я уже достаточно давно с ними работаю. В смысле, не один час. Руки не красятся. Плотность цвета нет ли прозрачности? Нет, они не прозрачные. Плотность цвета достаточно. Есть ли пятна, полоски, вкрапления? Один раз нам попалось вкрапление и пару раз мы видели либо полосочки, либо небольшие разводы. Пятен нет. Насколько длинная и эластичная шейка? Шейка длинная, эластичная, мягкая, завязывать удобно, работать хорошо. Не рвутся ли при завязывании? Нет, при завязывании не рвутся. Насколько они мягкие или тугие? Они достаточно мягкие. Насколько они толстые или тонкие? Они не тонкие и не толстые. Средний хороший размер, в смысле плотность. Когда толстые, они прям вот такая резина, не толстые и не тоненькие. Знаете, есть такие шары, которые прям на них вдохнешь, и они сразу разлетаются. Какая у них форма, круглая или вытянутая? Что-то среднее между круглой и слегка вытянутой. То есть они не шарики, не круглые, но и не чисто вытянутые. Они пузатенькие. Я бы сказала так, они пузатенькие. Количество тальков в шарах много или мало? Нормально. Не слипаются ли? Не слипаются. Кто страна-производитель? Китай. Какой размерный ряд? От 5 дюймов до 36 дюймов. 24 дюйма под вопросом. Будет ли ШДМ? Да, будет. 160, 260, 360. Какая цветовая палитра? Пока 34 цвета, которые уже точно есть. Будут ли представлены шары цвета хром? Нет, пока не планировалось. Возможно, в будущем. Скрипят ли шары в руках? С ШДМками будет лучше, понятно. Но я бы не сказала, что они скрипят. Они как шары. Легко ли рвутся пальцами? Нет, не легко. Это было сложно. Имеет ли глянцевый оттенок? Да, они глянцевые. Не сохнут ли после них руки? Нет. У меня ощущение, что у меня как будто бы, не знаю, как сказать, руки в тальке. Это нормально, это логично. Сухости я не чувствую, но я чувствую тальк. Ну, это нормально. Как выглядит черный цвет? Прекрасно. Насколько он блестит? Он блестит. Он, кстати, без явных пятен. Но видно небольшую белесость от талька. Насколько яркий? Красивый красный цвет. Очень яркий и очень красивый. Фух, мы справились. Ребят, ну что, торговая марка стартовала. Пока видно на полках магазина, вот в данный момент, только шары 12 дюймов. Совсем скоро появятся пятерки и десятки. Тестить их тоже обязательно будем. Ну, а в следующем выпуске мы с вами узнаем. Сейчас скажу, что мы с вами узнаем. Насколько легко и удобно плести из них гирлянду? Как долго держат воздух? Как они ведут себя на морозе? Какое горлышко у шара? Ну, горлышко, кстати, мы уже узнали. Но мы их еще немножко сравним с другими шарами. Также, как они быстро окисляются и какой процент брака в пачке. Чтобы узнать процент брака в пачке, мне надо их много надуть. Ну, и гирлянду, получается, будем плести из двенашек. Что же делать? А гелием будем надувать? А, а гелием будем надувать уже в следующем выпуске. Вот. Так что, ребята, готовимся к нашему сериалу. Всем спасибо. Желаю вам прекрасных работ, большого творческого вдохновения. И до встречи в следующий четверг. Всего хорошего. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова